Следующий докладчик Михаил Александрович Данилов. Непосредственные результаты выполнения лапароскопических открытых правосторонней гемиколоктомии с дейлинфоденотомией у пациентов пожилого и старческого возраста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю отделение колопрактологии Московского клинического научного центра. Это выше представленная тема моего доклада. Актуальность данной тематики, что в последнее время количество пациентов пожилого и старческого возраста с данным диагнозом очень сильно возрастает. И выполнение операции в стандартном объеме с Д2 лимфоденотомией имеет неудовлетворительные результаты. Это нас побудило провести анализ, в данном случае сначала непосредственных результатов, в дальнейшем уже и отдаленных результатов выполнения правосторонней гемиколоктомии пациентов пожилого и старческого возраста с расширенной Д3 лимфодисекцией. В чем же имеется проблема, состоящая из трех таких основополагающих видов? Это сам пациент, который приходит после установки диагноза, и получается, что он в каком-то проценте случаев не соглашается на такие объемы. Второе. Во многих медицинских учреждениях хирурги таким пациентам пожилого и старческого возраста отказываются в хирургии. Ну и рубежом становится анестезиолог, который, проведя опрос, осмотр этого пациента, отказывает ему ввиду тяжелой сопутствующей патологии. В данном оперативном вмешательстве существует довольно большое количество шкал, оценки риска хирургического, анестезиологического пособия. И вернемся к объему лимфодисекции. Сейчас в мире имеется два стандарта, грубо говоря, Запад и Восток. В Японии стандартом выполнения является дэтрильмфодисекция. В Америке и Европе имеется такой термин, как полная мезоколомоэктомия с центральной перевязкой сосудов. В принципе, эти два объема операции равны как по онкологическим, как по сохранению мезоколической фасции, так и по лимфоузлам. В Японии данный вид хирургического лечения является стандартом при второй и третьей стадии рака правой половины ободочной кишки. И если обратиться к литературным данным, выполнение, ну это европейские исследования, если обратиться к плану выделения правых отделов ободочной кишки, сравнение мезоколического и не мезоколического плана диссекции выделения кишки, мы видим, что величина местных рецидивов практически возрастает в два, то и три раза, ну и, конечно, снижается пятилетняя общая выживаемость таких групп пациентов. Это картинка из очень старого хирургического атласа, российского хирургического атласа. Вы видите, как выполняется правосторонняя гемиколоктомия, на каком уровне пересекается брыжейка толстой кишки. Ну, в данном случае, можно сказать, в лучшем случае это будет D2 лимфодиссекция, а то, наверное, скорее всего и D1. Мы все знаем, что с увеличением стадии онкологического процесса, с увеличением глубины инвазии увеличивается частота метастазирования лимфатических узлов как первой, второй, так и центральной группы лимфатических узлов. Проведены исследования, и было показано по данным различных авторов, что частота метастазирования в центральную группу лимфоузлов, это 203, 213, 223 группа, может достигать более 25%. Разница в такой общей выживаемости может достигать практически 20% у данных групп пациентов. В чем преимущество выполнения расширенной D3 лимфодиссекции? Ну, во-первых, удаляется большее количество мезокаллической клетчатки, среднее количество лимфоузлов практически в два раза больше в группе D3. Ну и увеличение общей выживаемости практически на 15%. Это данные европейских исследований. Как уменьшается общая и безрецидивная выживаемость в группе пациентов по количеству найденных лимфоузлов в мезокаллической клетчатке? Вы видите, чем больше находят. Это независимо от того, поражены они или нет. Просто общее количество найденных лимфоузлов. А вот в данном исследовании показано, что чем больше пораженных лимфатических узлов мы находим в мезокаллической клетчатке, тем, мы видим, увеличивается частота. Вместо на рецидиве уменьшается пятилетняя выживаемость практически в два раза. При выполнении таких вмешательств нужно обращать внимание и помнить о такой анатомической структуре, как гастрокаллический ствол генле, потому что имеются различные анатомические варианты при выполнении и лигации центральных сосудов. И правая, и средняя, средняя колитические артерии могут впадать по-разному. Вены, в различные венозные структуры. Имеются также варианты отхождения, как и венозных, так и артериальных стволов. Это имеет значение при выполнении лимфодисекции в различных ситуациях планирования при данных вмешательствах. Преимущества лопароскопии, я перечислил по исследованию последних лет, это и систематический обзор, и метаанализы, и рандомизированные исследования. Везде преимущества лопароскопии в лечении рака правой ободочной кишки, они видны. И мы представляем свой опыт лечения такой группы пациентов. У нас набрано 44 пациента. Средний возраст данной группы пациентов около 78 лет. выполнил 28 лопароскопических, 16 открытых гемиколоктомий. В эту группу пациентов были исключены из этой группы пациентов с отдаленным метастатическим поражением печенью и легких. Медиана прослеженности у данной группы пациентов составила 18 месяцев. Каким образом это все происходило? На догоспитальном этапе пациента осматривает анестезиолог, решает, перенесет он эту операцию в плановую, либо если имеются какие-то противопоказания до обследования, пациент госпитализировался в профильное терапевтическое отделение, затем повторно проводился консилиум, и дальше опять решалось, возьмем мы этого пациента на операцию или нет. Вот так выглядело включение и исключение из данной группы пациентов. Основными полагающими моментами выполнения Д-трильнифа-диссекции начинается операция с выделения верхней брюжеечной вены артерии и высокая перевязка центральных сосудов в вены артерии или околиков, затем правых и правой ветви средней ободочной артерии. Вот так вот выглядят этапы операции в открытом варианте выделения и пересечения или околики правых ободочных сосудов, затем правой ветки, диссекция и пересечение кишки. В лапароскопическом варианте аналогичные моменты операции выглядят похожим. Выделяется сначала или околика, затем правые сосуды, затем средняя ободочная артерия, ее правая ветка визуализируется в ствол генле и входящие в нее структуры. Для чего выполнять Д3-лимфодиссекцию, тем более у таких тяжелых пациентов, у пациентов старческого, пожилого и старческого возраста? Ну, да, видите, засыпанные машины, мы видим, что можно очистить часть, на дальнем плане их практически не видно, поэтому чаще всего хирург, видя на предоперационном этапе отсутствие данных о поражении лимфатических узлов 2-го и 3-го порядка выполняет стандартную Д2-лимфодиссекцию. Обе группы открытых лапароскопических вмешательств не отличались по демографическому полномовому признаку, по стадии опухолевого процесса. Да, конечно же, выполнение предшествующей лапаротомии влияли на выбор доступа операции. Да, в группе лапароскопического доступа имелось уменьшение после операционного кое-кодня, болевого синдрома, ни одной несостоятельности анастомоза выявлено не было, и в раннем послеоперационном периоде оценивались осложнения в группе открытых лапароскопических. Достоверной разницы выявлено не было, длительность эмфории в среднем составляла около трое суток, то есть на третьи-четвертые сутки у пациента удалялся дренаж, ну и затягивание, пребывание пациента в реанимации имело место у нескольких пациентов, и послеоперационной летальности в группах выявлено не было. Интероперационные показатели также практически статистически достоверно не различались в группе открытых лапароскопических операций, хотя и продолжительность операции кровопотеря была меньше в группе лапароскопических вмешательств. Как это все оценивалось? Картировались, составлялась такая карта по данным японской классификации лимфатических узлов. Лимфоузлы разделялись на группы согласно японским рекомендациям, визуализировались сосуды и уже в таком виде в нативном отправлялись патоморфологам на исследование. И что мы получили? Ну, в принципе, по распространенности процесса опухолевого наличия и пораженности лимфоузлов мы в группах не отметили. Везде была выполнена R0, радикальная резекция. И что мы в конечном итоге получили? Что поражение центральных лимфоузлов при выполнении расширенных D3 лимфодисекций практически достигает 20%. То есть каждый пятый пациент, у которого не выполняется D3 лимфодисекция, потенциально может иметь локальный рецидив в зоне операции. Мы сравнили данную выборку с пациентами ретроспективной группы пожилых и пациентов пожилого и старческого возраста, в котором выполняется D2 лимфодисекция в открытом лопароскопическом варианте. И видите, что разница в найденных лимфоузлов... Ну, если среднее количество лимфоузлов при выполнении D3 лимфодисекции это более 20, а при выполнении D2 лимфодисекции 10. Но если мы посмотрим, то в конечном итоге получается это даже не выполнение не D2, а в конечном итоге D1 лимфодисекции. То есть, не включение в эту группу пациентов лимфоузлов второго порядка. Какие выводы из этого? Лопароскопический доступ безопасен, эффективен онкологически. Так, у пациентов любого возраста, в том числе и у пациентов пожилого и старческого. Ну, а выполнение D3 лимфодисекции требует оценки отдаленных онкологических результатов, но в данном случае показывает, что даже при оценке статуса лимфоузлов он оправдывает себя со стороны онкологических результатов. Спасибо.